Всем привет! Добро пожаловать ко мне домой! Сегодня я начинаю снимать долгожданную рубрику, которая уже несколько лет продолжается на моём канале. Это показывать свои дни до Нового года. То есть подготовка, ну и в принципе всё. Вот и сегодня, 27 число, до 1 января 5 дней. Мне ещё ничего не украшено, вообще ничего не готово. Сейчас я буду доделать последний подарок, который я собираюсь створить своими руками. И вы, собственно, будете следить за тем, как я делаю, что, зачем и почему. Короче, есть у меня вот такая вот штучка. Здесь мини-холстики на мини-мольбертики. Да, всеми идеями из видео идеи для подарков я пользуюсь. Я в этом году очень постаралась над подарками практически всем. Я не успела подумать про подарок брату, ну потому что он приехал из другого города и я забыла про него. А ещё у меня нет денег. Так о чём я? В этом году у меня прям довольно-таки продуманные подарки. Я прям заморочилась с тем, что же всё-таки нужно этим людям. И у меня встал вопрос. Моему папе ничего не нужно. Он всегда ценит подарки, сделанные своими руками. Я, конечно, его купила там, ну просто такие наборчики, но это... Это скучно. Нужно что-то своими руками. Угу. Короче, я посчитала, что мини-рисуночек на мини-холстики это прикольная идея. Сейчас будем с вами рисовать. Я не умею рисовать красками, вы это могли заметить в видосе, где я учусь рисовать. Но я постараюсь. Этот рисунок ещё и должен быть связан с нами, соответственно, с семьёй. И мне необходимо будет рисовать людей. А красками рисовать людей, ну я же даже никогда не пробовала этого делать. Так что я буду рисовать без лиц, наверное. Всем мои надежды на то, что акрил у меня получится рисовать лучше, чем акварелью. Я постараюсь использовать какой-то стиль, знаете, который у меня в голове придуман. Ну такой небрежный. Вот, кстати, мольбертик. Я не буду его собирать, наверное, потому что, ну, сам соберёт. Ну вот примерно вот так вот. Мне бесит, что у нас нет нормальной тонкой кисточки. И мне приходится всё мелкое рисовать вот этой. И это, ну, довольно жестоко, знаете. Что-то для вас как-то быстро пролетел этот денёк, мне кажется. Но я вот сейчас на таком этапе. На этом ушло три часа. Ещё часик, и я закончу. Четыре часа, в принципе, на картину. Нормик, я считаю. Мы ещё недавно вот ездили на дачу и в гараж для того, чтобы взять там коробки всякие. Мы хотим сделать камин. Я посмотрела кучу разных видосов, увидела всякие такие красивые камины. Но это не про нас. Мы в этом году поздно начали об этом думать. Поэтому у нас нет времени, чтобы там вырезать кирпичики из пеноплекса и приклеивать их. Мы с мамой купили просто, ну, знаете, искусственные кирпичи. Когда клеят, ну, конечно, да. У нас просто будет такая, типа, коробка с окошком. Мне завтра придётся всё вытаскивать из этого шкафа, потому что мы хотим переместить его вот сюда. Это, конечно, не очень рационально, потому что сейчас у меня в целом идеальное расположение комнаты. А так, когда захочешь, вот здесь сразу будет места оказаться меньше. Но душа просит перестановку. Я никогда не могу, когда у меня в комнате одно и то же постоянно. Поэтому это единственное, как можно что-то менять в моей комнате, это переставить шкаф. Однако есть проблемка в том, что за шкафом стена не покрашена. Там вообще, по-моему, какая-то херня нарисована. И ещё у меня светодиодная лента идёт удлинителем вон там на шкаф. Я вообще не знаю, что будет с этим делать. Не могу встать. Уже час дня. Я каждый наружу с 4 часа. Это нехорошо. Так, что у нас сегодня по планам? Нужно начать что-то делать с камином этим, потому что иначе мы ничего не будем с ним делать. Сейчас проснётся папа, ему спросить, у него нужно ли сейчас выгребать вещи из шкафа. Будем ли мы его перетаскивать именно сейчас. После этого у меня вот такая вот есть кучка не до новогодних вещей. Мы должны будем с вами как-нибудь украсить мою комнату. 18.00 у меня начало сказки. Домой вернусь, наверное, где-то по 8. Продуктив. Я уже представляю, как буду собирать это обратно. Это какой-то кошмар. Так. Ладно. Сейчас, наверное, будет самая сложная часть. Ой-ой-ой, что же тут у нас происходит? Я вам не показала, когда мы всё поставили, чтобы посмотреть размеры. Ну, оно, короче, громадное такое. Сейчас уже 9, наверное, я выступила, покушала, вам ничего не подсняла. Я забыла. Сейчас будем с мамочкой делать камень. Вот такой вот красный кирпичик для этого у нас есть. Брёвна с дачи привезли. Мама кричит на фон. Ещё, я думаю, сегодня повешу гирлянду на окно. Грандиозные планы. Снякой число вообще. 28-ой, наверное. Так-то уже нифигово. Эх, мы фигнёй страдали. Не-не-не-не. Мама у нас начинает отрезать лишние кусочки. Я ничем не помогаю, соответственно. Надеюсь, папа не видит, что я даже его скажу. Увидит. Ой-ой-ой, красотища. Бомба-пушка. Очень удобно то, что из-за того, что у нас всё сделано из картона, мы просто иголками воткнулись, да? И всё. А это я пока что приложила доской. Всё уже. Без пятнадцати два ночи. Час сорок пять, если что. Вот, кстати, перетащили сюда ёлочку. Девушка-брата сделала её на этот раз. Если что, у меня где-то из влогов, по-моему, в 2020 году, позапрошлый новогодний влог, там есть туториал на то, как делать эти вот веточки. Мы каждый год делаем новые. Я ещё тут хочу каким-то образом поставить эти свечки. Наверное, они будут выглядеть прикольно. Так, ну что, готово? Мне бы ещё найти розетку. Раз, два, три, ёлочка, гори! У меня вон там вообще оставался далеко кусочек гирлянды, я решила его замотать вокруг штанги. Вроде прикольно. Боже, я так рада, что нашла применение вот на этой вот корзине. Она всё время стояла в этой комнате, просто без какой-либо цели. А сейчас у неё есть применение. Я искала, куда мне сказывать свою там аппаратуру для съёмок и в целом всю технику свою. Она идеально для этого подходит. Я ещё думаю вот на этот угол повесить эту мишуру, просто потому что её реально не сильно видно. Я не особо люблю мишуру. Но она закроет вот эту вот фигню, которая сейчас там висит. Ах, я не могу. Я её и достаю. Я жду пока на пальце. Да, ну херня. Всё. Я вымута, но за этот день у меня эти ваши диайвай уже как бы проспатенькие. Так что всё, видите, уже в третьем не получается. Ой, шок. Пока. Три часа дня, дорогие друзья. Ну, я стабильненько сплю девять часов. Это для меня, конечно, не супер. Но больше, чем в будние дни в школе. Так что зашибись. О, эта штучка от дверцы шкафа была тут. Какие на сегодня планы? Во-первых, закрасить стену более-менее нормально. Но с краской осталась только тёмная, то есть это более светлая стена, а это тёмная. Вот от неё осталась краска. И упаковка подарков. Пока что я ничего больше не помню. После сказок, которые сегодня так же в шесть вроде бы, должны заехать на почту. Мне там пришли всякие штучки. Покажу вам потом. Эта фигня жёстко провисела целую ночь и решила сейчас твориться. Я мешаю ему спать. Кажется, он недовольный немножко. Прости, пожалуйста, мы штученьки. Ой, короче, пойду так. Мне кофиг. Кроме наушников, ничего мы не берём, значит. Если я не забуду вам что-то пояснять, я вам что-то посниму. Надеюсь, не забуду. Перебываем ботиночки наши. Вот на такие вот ботиночки. Давай, нет. Костюм очень у нас. И здесь ещё парики такие большие и страшные. Меня заболела наша руководительница за то, что я собиралась не прийти 30-го числа на сказки. И поскольку дел много, надо всё это делать. Моем помогать. Там все поперезаболели... Там все поперезаболели... Там все поперезаболевали. И некому заменять. Поэтому буду сидеть весь день в метро. Мороз, мороз. Что случилось? Почему так теперь? Первый подарок, который мы упакуем, будет моему другу. Это такой вот лонгслив. Простите, гладить не буду. Обычный. Коричневый и большой. Может даже слишком, но не знаю. Так, и конфеты. Будет типа много конфеток лежать. Ой. Я хочу мыться. В общем, заказала её сезона коробку. Там, по-моему, килограмм с чем-то разных корейских сладостей. Я уже отсюда немножечко брала на подарок в тайный Санта. В тайного Санту в школе. И вот здесь по цене получается так, что мне нужно поделить это полам. Одна половина подружки пойдёт. Другая половина вот вместе с этим подарком. Нужно разделить это так, чтобы и там было что-то интересное, прикольное. Там было что-то интересное, прикольное. Вот такая лучняга. Тут у многого, конечно, просто менялись, считай, упаковки. Допустим, здесь, да, обычные зефирки. Но мне кажется, так всё-таки поинтереснее, чем обычные сладости, типа сникерсы и тому подобное. Хотя они вкусные. Да и мне полегче было просто взять, заказать коробку. Ну, вроде первое впечатление должно неплохое сложиться. Мне очень стрёмно, почему этот класс смотрит в камеру. В притычочек на максимум положила всего. Теперь, наверное, в упаковочную бумагу, чтобы смотрелось поприличнее, что ли. У нас для всех подарков бумага одна и та же. Вот такая вот крафтовая. Большой ручок. Как же я обожаю просто упаковывать коробки. В них настолько всё просто и понятно, что это очень-то же залипательно. С ними даже ничего делать не надо, это уже красиво. Дальше, наверное, возьмём тоже коробку. Это мамин подарок. Я его закрыла как могла, чтобы если мама случайно забрела в мой самый тайный уголок шкафа, то она всё равно не поняла, что это и я же не стала его открывать. Вафель. Сейчас задачка будет посложнее, потому что папе я дарю вот это, какой-то наборчик с чаями разными, наборчик с разными орешками и картину, которую я нарисовала. Все меня засмеяли за то, что она без лиц, но я не смогу нарисовать лица, потому что в миниатюре, так ещё и, блин, красками, которыми я не рисовала никогда, я этого сделать не смогу, я всё испорчу. Я думаю, что там вот место свободное вижу, и чтобы он сразу это не открыл первым делом, я её засуну вон туда сейчас. Как раз мне будет очень удобно упаковывать, потому что, опять же, будут две коробки, как одна, супер. Мама принесла ещё ленточки, неплохо. Просто я вот этот же упаковывала первым, и он теперь на фоне этих смотрится очень грустно, хотя изначально было норм. Ну, ему не с чем будет сравнивать, да. The next present. Это, насколько я понимаю, палёнка на Джорданы, вроде они называются, да. Найковские эти. Я просто заказывала, потому что мне понравилось, как они выглядят. Ну, на зоне хрен разберёшь, на самом деле. Чё, куда, палёнка, не палёнка, это непонятно. Потому что всё привязано к официальному найковскому магазину, типа, ну ладно. Брату младшему. Я думала, он не расстроится из-за того, что это какая-то палёнка. Я сама несколько лет уже хожу с какой-то парашей, тут уже везде трещины, их ещё надо помыть, они какие-то все. Босранные слегка. Подошвы просто. Пока. Интим. Жёсткий. И мне они очень нравятся, я не хочу с ними расставаться. Норм, новые. Надо вживую искать, по магазинам ездить. А мне лень, у вас тут нет магазинов. Когда-нибудь, пока реально в нолик не сотрутся. Забыла ещё сказать, что я папе эту ошибочку допустила. Здесь упаковала так. А, отрывается. А здесь вот так. Ну, никогда в жизни этого не заметят, пока не посмотрите видео. Чё-то я устала. Завтра вставать рано. Ой-ой-ой. Ну, давайте последний подарок запакуем. Как раз-таки только его и осталось. Вот такой вот маленький увлажнитель воздухом настольный. Я подумала, что, ну, в принципе, прикольно. Почему бы и нет? Тот самый подарок, который ты сам себе не купишь. Но получите, ну, прикольно. Не знаю, я бы обрадовалась, наверное. Теперь мне четыре основные касты. Две цепочки. А, я не хочу сейчас на себе показывать. Одна вот такая довольно обычная и другая вот немножечко уже более необычная. Брутальная. И последняя, это самое, так скажем, важное. Такая вот рамка с воспоминанием. Здесь наша любимая песня, сообщения некоторые. Карта дорога от моего дома до его. И сделала такой вот калашик. Кстати, это заняло у меня всего пару часов. Так что довольно экономненько. Но я не знаю, как это упаковывать. Потому что, ну, как-то оно вообще ни туда, ни сюда форма. Можно запаковать всё отдельно. Так будет интереснее дольше как-то всё открывать. Типа три подарка. Если честно, наконец-то этот ужас закончился. Я очень устала. Я прям страдала вот над этой штукой. Так что потом просто всё скотчем вокруг употало. Ну, короче, вот столько. Я что, сегодня лягу раньше в 2 часа ночи. Иду к восстановлению режима. В любом случае всё заранее. Спокойной ночи. А я пошла. Мой телефон левитирует на гвозде каком-то. Good morning. Я основала себе здесь максимальный уют. Постелила вот такой вот пазл. Пазл. Ем какую-то херню. Слушаю музыку. И читаю книжку. Выход через минут, наверное, 10. Буду деваться через 8. Такой гостюничек. Я устала. Мне вообще лень шевелиться уже. Несколько часов, после того, как я приехала. Давайте послушать хоть что-то, откроем с вами. Ё-моё. Я не знаю, как я их наклею. О, да. О, боже, да. О, да. О, да. О, да. Мини свет. Это кроха стоит 1000 рублей. О, я знаю, что это. Ещё один штативчик. У меня теперь много штативчиков. Все разные. И все нужные. Ёпта, мать-то, какой жёсткий. Охренеть. Он очень тугой. Это просто невозможно. Он слишком тугой. Просто наверт. Ну, я вот этого не понимаю. Они очень легко... ...цепляются. Или ломаются. Я что, я не знаю, что делать. Последняя. А, я знаю, что это. Это подарок. Немножко мне начинают приезжать подарки для моей подружки. Моей любимой подружки. Ну, чё? А! Вот такой вот... Я не знаю, как называется. Ну, будем... Скажем, что это плакат. Плакат с её любимым аниме. Или с одним из любимых, не знаю. С одним из любимых персонажей. Ещё и подходит под её стиль комнаты. Я вряд ли найду фотки. Но у неё вот... Вот такой вот стиль. Я надеюсь, что ей понравится. Потому что, как по мне, это реально гениальный подарок. Просто это из мозга. Блин. А! А-а-а! Гранус меняет. А что я... А как это работает? Ладно, я разберусь и вам покажу. Я слишком тупая. Путём недолгих размышлений я поняла, как это работает. Итак, смотрим. На случай, если кто-то тоже захочет такой купить. Тут есть три режима основных, так скажем. Когда мы зажимаем кнопку, это вообще, в принципе, белый свет. Процент — это уровень яркости. И вот это... Это... Вот вся полоса цветов. Здесь зажимаем, и цвета у нас потихоньку сменяют. Ещё раз зажимаем. Тут уже разные эффекты. Я не помню, сколько их штук. Тринадцать. Всё! Легка дня. Сколько бы я ни спала, я всё равно всегда заживаю просыпаюсь. Кроме лета. Летом я какого-то хера вставала в пять. Я легла вчера в одиннадцать. Восстанавливаю режим. А зачем я его восстанавливаю, если сегодня тридцать первое? И я типа не буду как раз... Ну ладно. У меня нет подарка для брата и его девушки. А у них для меня есть. И я так не могу жить. Но при этом заказывать ничего крутого я его уже не успеваю. А что купить в нашем городе? Ничего. Я похожу. Может быть, соберу какой-то набор из косметики хотя бы. Потому что это лучше, чем ничего. У меня деньги закончились. М-м-м-м. Чё мяукаем? Какой? Я не буду поднимать. Он спит. Короче, я ничего не сняла, да, сегодня? Шесть вечера. Я была в магазине с утра буквально. Девушке брата я купила... М-м-м. Серёжечки там. А брату носки. Да. Мне стыдно. Но папа, который выбирался вместе со мной, сказал, что он был бы рад носкам. Ну ладно. Поверим. Это был типа парфюм-лидер. Я не знаю, что ещё ему можно было бы купить. Шампунь. Ну... Я сейчас получила свой первый подарок. Я знаю, что там. Он от моего друга. И я попросила его получить сейчас, потому что он мне нужен для празднования Нового года. Я хочу его сейчас. Поэтому он пришёл ко мне, я ему отдала его подарок. Он мне мой. И сейчас будет суперреакция на подарок, который я точно не ждала. Шоколадка. Я этого не ожидала. Линзы. Этого я тоже не ожидала. И этого я тоже не ожидала. Плюс пакетик. Никогда не лишний. Новогодний пакет. Цвет капусина. Капусина. Ладно. Посветлее, чем мой. Боже мой, я это сделала. Я её надела. Я сначала даже хотела заснять свою первую попытку, но на четвёртой минуте я остановила видео, потому что это было невозможно. Я думала, это будет легче. Пока что не могу сказать. Идёт ли мне? Надо надевать вторую. Ко второму я наловчилась. Прям жёстко наловчилась, потому что я надела буквально за секунду 30. Как вам? Капучино. Какой милашка. Мой зайчик. Мой сладенький котик. Пупсик, пупсик. Сейчас буду краситься уже. Вроде мама сказала не рано, хотя я думала рано ещё собираться. Я вам покажу, что получится. Может, поснимаю какие-то дочки. Если мне понравится, что я вообще сделала со своим лицом. Давайте я такой вот переходик сделаю. Я сказала в телеграм-канале о том, что у меня есть грим и вообще, в принципе, много всего. Я могу сделать что угодно, но не знаю что. Буду оленем. Это была шутка. Но, как говорится, спонтанные идеи самые лучшие. Наверное, так не говорится. У меня говорится. Я реально похожа на оленя. Но, если мне так скажут, я даже не знаю, радоваться этому или нет. Вы в телеграме сказали мне, что с платьем смотрится лучше. Я, в принципе, согласна. Такие ещё у меня носочечки. Сразу подчёркивается цвет глаз. Хотя он не зелёный. Это капучино. Я так и не использовала вот это. Стоит ли это использовать? Понятия не имею. Так-то можно вот побольше вот эту херню загородить. Ещё у меня осталось вот это. Думаю, украсить деревце будет ёлка. Ещё одна. И ещё одна. Мои родители спешат, ничего не успевают. А я не нахожусь в себе местом, но помогать не хочу. Так что покажу вам некоторые комнаты, как они украшены. Ты в шоке стала, сколько подарков? Ты видела, сколько подарков? Вот корзина. Вон. Вон там подарки. Вон там. Вон там. Вон там. Вон там. Вон там стоит ещё. И это не учитывая гостей, которые придут. С ушами смотрится ещё как-то загадочней, что ли. Брат сказал, что я какая-то лесная ведьма. Ну, мне не привыкать играть. Какие мороз, знаете? На сказках только это и делаю. Скажи, если пришли в гости, сейчас уже 11 час, между прочим. Я потом вам покажу подарочки свои. Боже мой. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. Я вот с таким вот светом снимала уже, вовсю использую. Записала тик-ток, потому что я прям соскучилась по тик-току. Я в нём, я не знаю, сколько не сидела. И слушай, заблокировали. И сейчас мне стало не лень вытащить симку. И боже мой, я же даже захотела что-то заснять. Такого вообще не было. Никогда. Три часа сейчас ночи. Мои друзья вообще собрались в гостях. Типа сидят там, играют. Я бы могла пойти к ним или позвать всех к себе, потому что у меня родители уходят. Но я не хочу. Ничего не хочу, честно говоря. Я бы позвала одного человека, с которым мне комфортнее всего находиться. Как будто бы я вообще одна. И смотрела бы фильмы. Но этот человек находится там, поэтому что я буду её звать? В ноябре она захочет. Я умылась уже. Мы обменивались подарками где-то полтора часа, наверное. Потому что мы там типа мини-игру провели, как обмениваться подарками. У нас их под ёлкой было чуть больше тридцати. И там каждому надо там отгадать. Открыть, собственно. Мотались жёстко. Не представляю, как ещё родители на скотеку какую-то хотят. Первый лоб. Это такая милая пижама. Мне нравки штаны. Они знаете как? Типа Victoria's Secret. Ну, милашные. Ну, да, всё это то, что я хотела. Я сейчас первый раз вместе с вами открываю его. Теперь у меня будет новогодний пледик на каждый год. Ай-яй-яй, красота какая. Ой, как хорошо. Боже мой, с этим браслетом и... Как это называется? Поводок этот дурацкий, я не знаю, не помню. Короче, пранк произошёл он до мной, жёсткий. Мой папа решил меня жёстко проткануть. Они запечатали коробку Pandora без этого браслета. И дали мне её первый. Я открываю, говорю маме, типа, почему ничего нет, мам? Они так хорошо сыграли, знаете, я думаю, почему бы и не пойти им в актёрское. Она сказала, что не проверяла на Валбрисе, всё ли пришло. Вообще не открывала. Я поверила, потому что это, ну, похоже на правду, такое могло случиться. Ещё папа там подливал масло в огонь. Ну, я такая, типа, ммм, потому что я увидела Пандора и сразу поняла, что это я. Мам просила это. Ну, я так немножко расстроилась, конечно. Подумала, ну и лошочки. И дальше следующий подарок дали. Я, если честно, всё ещё не до конца понимаю все функции этой штуки. Это написано было Майс. Ой. Маус. Маус. Что-то Маус. Я так поняла, это коврик для мышки. Тут ещё вот я вижу беспроводную зарядочку. И ещё какие-то всякие функции. Там написано на арабском, на итальянском, норвежский. На русском не написано, потом прочитаю, разберусь. Теперь от папы... Я, кстати, не знаю, это от папы я тут маму или от папы просто... Не знаю. Это точно от папы, я знаю. Такой вот блокнотик, он прям по стилю мне подходит, видите? Особенно, если бы я сейчас была в эльфийских ушах и в образе. Это просто блокнот. На самом деле, я бы здесь написала свою книгу. У меня ещё одна штука, где я могу написать свою книгу. Мне просто хочется иногда написать свою книгу от руки. Это, ну, бред, да? Мне так хочется, потому что есть же вот такие штуки. Там было бы красиво, блин, просто написать историю какую-то хотя бы небольшую. Я хотела. И к ней ещё ручки две. Для коварных планов и для записи гениальных мыслей. Младший братик подарил мне... Ну, как? Ну, от мамы, считай. Вот такую вот штучку красивую. Ещё конфетки такие. Это уже, наверное, он сам покупал. И конфетки, но это... А, ну это школьный подарок. Там всякие сладости. Мы их с мамой сами собирали. Чего? Не сюрприз точно. Очень жаль, что в этом году я вам не могу заснять обмен подарков с друзьями. То есть вот там подарки, которые я показывала, я не могу с ними обменяться и показать, что мне подарили. Потому что нам не всё пришло. В YouTube сейчас не можем обниматься далее. Скорее всего, где-то к Рождеству обменяемся. И вот я не знаю, что делать. Мне очень бы хотелось вам показать. Ну, наверное, просто где-нибудь в Telegram канале покажу. Спасибо. 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 Спасибо.